Трудно представить, что можно придумать в банной печи. Жар и пар – что еще нужно? Но и здесь технологии не стоят на месте. Конструкторы всеми силами стремятся получить идеальный пар и облегчить жизнь любителям баньки. Как, например, конструктор печей Михаил Михайлович Куткин. Наша банная печь отличается от всех остальных тем. Это печь с закрытой каменькой. Она может выполнять все четыре режима банных. Может инфракрасную сауну, турецкую баню, русскую баню и финскую сауну. Печь топится или дровами. Настоящая баня работает на дровах и также может работать на газе, на природном и на сжиженном. С надувными или атмосферными газовыми горелками. Печь очень экономная, расходует меньше дров в два-три раза. Если на газе, то попариться можно на 10 рублей. А вот это непонятное чудо на площадке Роспар мало кто смог бы опознать как банную печь. Вот эта печь достаточно необычная, забавная. Она представляет из себя каркас из арматуры, который сварен вот так. И наши друзья называют его небритым ежиком до той поры, как мы не положим в него камни. В эти полости насыпаются камни. У нас получается топка внутри камней. То есть такой походный вариант бани по черному. Мы растапливаем огонь. Камни нагреваются прямым огнем до больших температур. После того, когда печь протоплена, это порядка полутора-двух часов, мы на нее ставим палатку, мобильную баню, мобибу. И получаем мобибу по черному. Но самой необычной печью, пожалуй, можно признать вот это чудо. Это гигантский самовар, можно сказать, гигантская печка на 100 литров. Как мы знаем, все банщики опровергают потребление алкоголя. Они предпочитают чай, и чая надо всегда много. Это сподвигло нас заказать вот такой самовар на Украине, который, в отличие от традиционных русских самоваров, топится не через трубу, а, как и обычная печка, снизу. Имеет две топки, что позволяет с любой стороны контролировать и огонь, и подбрасывать дрова. Эта печка можно назвать водогрейным котлом, что любят дачники для отопления, для разбора горячей воды. То есть 100 литров горячей воды, плюс запах дымка и плюс возможность попить чаю. Без высоких технологий, конечно, не обошлось. В печи предусмотрено два варианта нагрева камней. Первый – это камни по белому, когда камни накладываются сверху на металл, греются за счет теплоотдачи от металла. Второй вариант – это дверка, через которую мы можем поддавать на закладку, которая прогревается прямым нагревом. Удобство для парильщика при работе с данной печью заключается в том, что ему не обязательно подкидывать ковшон, например, на камни сверху, потому что у нас здесь есть сенсорная подача воды. И для подачи воды в зону камней парильщику достаточно поднести веник к специальной клавише. И в зависимости от программного обеспечения определенное количество времени вода будет поступать на камни, после чего прекратится до следующего касания кнопок. Компания «Термофор» тоже пошла по пути новых технологий и удивила уникальной печи, расположенной в очаровательной банке-ротонде. Здесь же основной акцент в приготовлении банных кондиций, то есть вот тех самых вожделенного сочетания температуры и влажности, 60% относительная влажность при 60 градусах Цельсия температуры, то, что сейчас как бы каноническим считается таким вот признаком русской бани, эта печь в качестве рабочего тела использует перегретый до 500 градусов водяной пар. Печь прогревает помещение всего за 20-30 минут, и несмотря на то, что работает с паром, она абсолютно безопасна. В этой печи нет никаких повышенных давлений, все происходит практически при атмосферном давлении. Так что эта печь абсолютно безопасная для эксплуатации вот самых-самых простых и привычных дачных условий. Охвачено все от возможности попариться в походных условиях до саморегулирующихся стационарных печей. Даже любопытно, что смогут предложить нам производители завтра. Субтитры создавал DimaTorzok